Скажите, ну насколько вы верите в то, что будет все-таки авиаперелеты возобновлены между Россией и Грузией? И есть ли причины для того, чтобы переживали украинцы, которые находятся на территории Грузии сейчас? Скажу так, ну давайте разделим эти два вопроса. Первый вопрос это по поводу авиаперелетов. Я думаю, что это все-таки маловероятно, потому что подавляющее большинство населения Грузии против. А те, которые не против, те индифидентны. За очень маленькая часть. Поэтому я не думаю, что власти Грузии пойдут на это. Кстати, мы ведь не прекращали авиаперелеты. Авиаперелеты превратила Россия. Поэтому только Россия может их возобновить. Другое дело, что, конечно же, согласие наших властей на это нужно. И я не думаю, что, в принципе, сейчас это удобный и хороший случай, чтобы возобновить эти авиаперелеты. Скорее, с точки зрения наоборот. Еще раз говорю, большинство населения против. Теперь, что касается второй части вопроса. Вот вы знаете, уже во второй раз я вижу, что то, что говорит Андрей Касьянов, человек, которого я прекрасно знаю, могу назвать своим другом временно поверенный в делах Украины в Грузии. Из его слов, из его очень больших интервью, выдергивается одна фраза, и она, значит, становится ключевой. В прошлый раз это было про Буки. Сейчас это про то, но опять-таки, что сказал Андрей? Андрей сказал, что если вдруг будет такая угроза, мы готовы. И, конечно же, посольство Украины готово. Но я практически уверен, что такой угрозы не возникнет. А, во-первых, такой угрозы не возникнет. Б, второе, это то, что я не говорил с Андреем. То есть я пока эту ситуацию не оттвердал. Может быть, у него есть информация какая-то. А если есть информация, то я вам ее и не скажу, конечно же. Но факт остается фактом, что сама по себе ситуация, она из серии абсурдных. То есть Россия, страна, с которой Грузия находится в состоянии перемирия, то есть войны, иначе. И которая оккупирует два региона Грузии, 20% населения Грузии, будет возобновлять авиасообщение в то время, когда весь мир бежит от России. Получается вообще абсурднейшая ситуация еще и потому, что когда весь мир бежал к России, мы бежали от России. Мы были абсолютно одиноки в своем бегстве от России. Украинцы на нас тогда посмотрели с поддержкой, но это была поддержка только очень небольшой части страны. Очень небольшой. А в основном мы были одиноки в своем бегстве от России. А сейчас, когда весь мир бежит от России, то эти власти бегут к России. И вот пойдите и разберитесь. Я в этом контексте вас и хочу спросить. Нужно ли в этом вопросе тогда разделять грузинский народ и грузинскую власть? Даже в вопросе авиаперелетов и его возобновления. Вы говорите, что не поддерживают люди, но очевидно на это может пойти... Нельзя разделять народ и власть. Нельзя разделять народ и власть. Почему мы не разделяем российский народ и российскую власть? В чем разница? Нельзя разделять народ и власть. В том-то и все дело. Коллективная ответственность лежит на всех. И за прошлое, и за настоящее. Просто давайте будем до конца честными. Ожидается ли в случае возобновления авиаперелетов, что в Грузию сбежит, возможно, от мобилизации еще больше россиян? В случае возобновления авиаперелетов не ожидается. Ожидается, что если будут ужесточены условия мобилизации, тогда побегут. Но сейчас Путин сказал, что поумел, а сейчас вот так вот, вбросы такие, которые они сделали в сентябре, они уже не делают. Они тихо-плавномерно просто мобилизуют на убой тех, кого могут. А могут они мобилизовать всех. Ну давайте прямо скажем, ресурсов для того, чтобы мобилизовать пушечное мясо, у них более чем достаточно. Им абсолютно наплевать, нарожают еще бабы или не нарожают. Не нарожают им больше бабы. Но в данном случае Путину наплевать на это. То есть даже не нужно объявлять военное положение, закрывать границы. Цели, которые поставили, будут достигнуты. Я по количеству набранных людей. Ну, конечно, будут достигнуты. Смотрите, они создали машину. Несовершенную. Все как обычно. Шеворот на выворот, на авось и так далее. Но все-таки это машина. Это государственная машина, которая работает и которая потихоньку-потихоньку притирается. Да, конечно, у них обычный русский бардак, обычная коррупция и так далее и тому подобное. Но так или иначе, мобилизационную забрить солдаты и бросить, умирать в поля Украины, у них достаточно людей. Будут ли подгонять сейчас этот процесс, ну, вот, очевидно, к годовщине этой условной СВО 24 февраля? Потому что, ну, западные аналитики, видите, военные в том числе, говорят о том, что может быть новое наступление, что они готовятся. Будут ли подгонять сейчас как-то, ускорять этот процесс? Очень хотелось бы. Очень хотелось бы, чтобы они подгоняли, потому что они обычно, когда подгоняют и спешат, они совершают такие ошибки, что... Которые... Ну, как бы у них и так фактически... Ну, они бросают свое население в жерло Молоха войны. Понятно, что, к сожалению, при этом погибает и немало украинцев. Это ясно. Но все-таки, все больше и больше война в Украине, мне начинает напоминать войну британцев с золусами. Кто тут британцы, а кто золусы, вы можете понять сами. Как при этом вы видите, замечаете смену риторики русских пропагандистов? Мы вот говорили и вчера, в частности, о том, что появляется не только слово война теперь на их эфирах, но и слово поражение, слова проигрыш, слова о том, что как будет, какой будет Россия после этой войны, после проигрыша. О чем это сигнализирует? Вы знаете, это сигнализирует... Ну, во-первых, там разные телеграм-каналы, разные пропагандисты, к разным лагерям относятся. Символизирует, во-первых, о раздрае, во-вторых, о том, что, ну, в общем-то, это уже давно появилось. Например, та же Симонян, когда заявила о том, что вплоть до дворника Кремлевского все пойдут в Гаагу. Это говорит о том, что есть попытки пропаганды объяснить людям, что это их война, что их не пожалеют, что это их касается и так далее. Но это достаточно тщетно делать, потому что объясняй, не объясняй. Ну, в данном случае силовой ресурс у них достаточно, чтобы подавить любое сопротивление. А, скажем так, для того, чтобы сделать войну народной поистине, вот этого ресурса у них нет. А главный ресурс должен быть, должна быть какая-то правда, хоть что, какая-то зацепка. Ну, конечно же, окна памяти у них в Орловском смысле существуют, но все-таки, ну, не полный же дебил. Так или иначе все помнят, что и как. Даже если мы будем считать, что, ну, допустим, не все, далеко не все имеют доступ к интернету и так далее. Скажите, а как продать населению то, что на разных ведомствах, в Москве, в частности, и на Валдае замечены, устанавливают системы ППО? К чему готовятся в Москве? Чего боится президент Путин? И вот что должны они сказать своим людям? О том, что готовьтесь, война переходит на территорию России тоже? Ну, опять-таки, два момента. Мы вот вчера обсуждали как раз-таки с Романом Цимбалюком на моем канале. Два момента есть. Первый момент – это тот, что идет война народная. То есть это такие вот отсылки к 41-му году. Помните, дирижабли над Москвой, вот эти зенитки на крышах и так далее. Мы же все это помним. И они еще и ежи на улицах Москвы поставят скоро. Придет и это время. Ну, а что, в Киеве же стояли ежи, теперь их очередь. А, впрочем, речь не от ВСУ. Там от других будут ставить. Ну, а с другой стороны, ну, они прекрасно знают, что их могут бомбить. Извините, но Энгельс дальше, чем Москва от Украины. А Энгельс бомбили. И Энгельс, я не скажу, что там же бомбили не, значит, училище какое-то военное. Там бомбили аэродром. Достаточно успешно, между прочим. Бомбардировщиков. Достаточно успешно. Призыв не курить, где попало, а курить там, где еще не попало, он в действии. Ну, и на фоне последнего Рамштайна, кстати, насколько актуально усилить ППО Российской Федерации и Москвы, в частности? На фоне последнего Рамштайна, я думаю, что недостаточно усиленно они должны усиливать больше и больше. Хотя, в принципе, это не поможет, но хотя бы они потом скажут, что сделали все, что могли. А я слышала еще такую конспирологическую где-то версию о том, что Путин, в частности, боится непосредственно своих, того, что может произойти в Москве. Поэтому готовятся, поэтому и на Валдае увидели вот такой панцирь, и в Москве тоже. Вы допускаете такой вариант? Не допускаю своих, он всегда боится, и от своих у него давно есть защита. Своих он боится с первого дня. Сейчас он боится конкретно украинцев. Сейчас он боится конкретно высоких. И правильно делает, что боится. Правильно робит. Дякую дуже, что доедналися. Гела Васадз, эксперт Грузинского центра стратегического аналізу, був в Атерии Апостроф ТВ.